Алгоритм импортирования страниц из внедряемого PDF-документа прописан в иллюстраторе. Каким образом, конечно, это сложный вопрос, но так оно и есть. И алгоритм следующий. При забрасывании или импортировании документа PDF в иллюстратор, иллюстратор воспринимает или импортирует исключительно первую страницу этого документа по умолчанию. Только первую страницу. Вот таким образом. Для того, чтобы внедрить какую-то иную страницу из этого документа, одну иную страницу, нам необходимо предварительно открыть эту страницу в этом документе через иллюстратор. Откроем ее. Здесь важный момент такой, чтобы используемые в PDF черты сохранились при импортировании в иллюстратор. Это будет 30-я страница, в которой содержится шрифт Мирста, который не установлен у меня в системе. Я его открываю, и, соответственно, система требует этот шрифт и заменяет его иным каким-то установленным в системе. Это шрифт Мирста, по идее, должен был быть, но на самом деле это умирает, потому что система заменила его. Соответственно, теперь я закрываю этот документ, и после открытия этого документа в иллюстраторе, этой страницы, то есть PDF в иллюстраторе, каким-то образом система запоминает, какую страницу я только что открывал, и ее же я смогу сейчас импортировать с сохранением всех, собственно, шрифтов, которые там используются. Вот таким образом. Ну и теперь элементарно, как по все это дело, можно слить конвертирую, предварительно сконвертировав все шрифты в кривую. Получаем кривые этих шрифтов полноценно, как они есть. Вот, таким образом можно делать с любым документом, с любой страницей. Вот, покажу еще один пример, идентичный. Так, вот, например, тот же самый послата. Первая страница, начальная, потом мне нужна десятая. Соответственно, я ее открываю, десятую страницу. Закрываю и внедряю. Все. Вот, собственно, что я хотел показать. Спасибо, что смотрели.